Люди пугающе просто относятся к потере некоторых органов, без которых можно жить. Если орган здоровый, он не болит, вы не знаете вообще, чем он занимается. А как только он заболел, нет-нет, уберите, пожалуйста, мне больно, плохо и вообще зачем мне он нужен. Но правда в том, что запасных органов у нас нет. В организме все органы и системы необходимы. Так давайте разберёмся, чем занимается в свободное время желчный пузырь, зачем он нам нужен. Желчный пузырь не производит желчь. Желчь производится в печени. Дальше она по протоку, идёт желчный пузырь, где она концентрируется, удаляется из неё лишняя вода. И вот эта концентрированная желчь, уже дальше по протоку, после того, как желчный пузырь сокращается, идёт в кишечник помогать вам переваривать вашу еду. То есть основная функция желчного пузыря это накопление желчи, её концентрация, а ещё он должен вам её выдать в тот момент, когда она вам действительно нужна. Когда вы съели жирную или жирно-белковую пищу, рецепторы реагируют на наличие жира в этой еде. И после этого уже через цепь реакций даётся сигнал желчному пузырю, что он должен сократиться, и желчь должна вылиться, чтобы помочь переварить этот жир. Лажный момент. Желчь не расщепляет жир. Жир у нас распадается под действием ферментов поджелудочной железы. Это липазы. Липаза не растворяется в жире. То есть она внутрь вашей большой жирной капли, которая попала в кишечник, пройти не может. Она может действовать только на её поверхность. Желчь при этом разбивает эту большую жировую каплю на много маленьких. За счёт этого площадь общая поверхности жира увеличивается. И фермент может спокойно реагировать на поверхность уже этих маленьких капелек и расщеплять жир. Вы скажете, ну не выделится желчь. Ну так хорошо, жир не расщепится, он просто выйдет так же, как и зашёл. Так-то оно так, технически. Но есть другая проблема. То, что большое количество жира, которое никак не расщепилось, очень раздражает кишечник. И в этом случае вы получите понос, запор. И если в пище много жира, ещё он, добавок ко всему, плохо расщепляется из-за недостатка желчи, это плохо действует на хорошие симбиотические бактерии, на всякие вот эти лакты, бифиды, ребята. Они умирают от этого. И начинают плодиться и размножаться всякий сброд бактериальный. Из-за этого, в общем, ваше здоровье сильно падает. Плюс ещё жир, на самом деле, хоть его и клеймят повсюду, полезная вещь, он нам нужен. Наш организм, все мембраны всех клеток состоят из жира. Он необходим для того, чтобы образовывались новые клетки, новые мембраны. Плюс жир используется для синтеза многих веществ, к примеру, стероидных гормонов, половых гормонов. То есть тестостерона, эстрогена и многого другого. Без поступления жира извне мы всё это синтезировать просто не сможем. И организм работать нормально не будет. Поэтому усваивать жир, это тоже важно. И желчная в этом здорово помогает. Кроме этого, у желчи есть функция выведения. Печень обычно нейтрализует вещества какие-то, которые мы съели. В том числе преобразует токсины, делает их более безопасными. Выводит лекарственные вещества. Мы про это с вами говорили в инструкции по применению. И каким образом она их наружу-то выведет? Она их выводит через желчь. Это единственный способ у печени избавиться от этих веществ. От чего болит желчный пузырь? Вы редко пользуетесь. Первая проблема – это вы не завтракаете. Вот представьте себе, печень всю ночь вырабатывала желчь. Желчный пузырь для вас её концентрировал. Вы вдобавок к всему всю ночь не пили воды. И утром, вместо того, чтобы поесть и вызвать выброс желчи таким образом, вы просто убегаете на работу. У вас в желчном пузыре остаётся очень концентрированная, густая желчь, которая никуда наружу не вышла. И, конечно, она может формировать сначала сгустки, а потом через некоторое время и камни. То есть вам жизненно необходимо желчь, которую вы накопили, выбросить. А вы взяли и не позавтракали. Не надо так. Вторая причина – это сладкое. Особенно сладкие перекусы. Сладкое не стимулирует выброс желчи. Третий фактор – вы пьёте мало воды. Желчный пузырь, как и все системы организма, тоже участвует в экономии воды. На случай, а если что. Если вы пьёте мало воды, организм внутри считает, что всё, мы попали в пустыню, воды больше не будет, надо срочно экономить. Это сказывается на всём, на выделении абсолютно всех жидкостей. Слюны, слёз, желчи в том числе, всяких желудочных соков. Всё это становится более концентрированным, потому что вся лишняя вода всасывается обратно, ведь организму её не хватает. В желчном пузыре такая же история. Если у вас не хватает воды, он начинает ещё больше концентрировать желчь, а вода из желчного пузыря уходит обратно в кровеносное русло, чтобы разбавить вашу густую кровь и хоть как-то обеспечить нормальное количество воды. Обязательно нужен нормальный питьевой режим. Кроме непосредственно болей в боку, желчный пузырь может и не так себя проявлять. Если давление внутри желчного пузыря растёт, он считает, что это из-за того, что выросло артериальное давление, и он начинает снижать ваше общее давление артериальное. Это приводит к тому, что у вас начинается головокружение, слабость, дрожь в руках и ногах, начинает активно биться сердце, тахикардия, вы дышите поверхностно. Если вы при этом померите себе давление, оно будет низкое, вы решите его как-то поднять, артериальное давление увеличится, давление в желчном пузыре ещё больше увеличится, и он ещё больше снизит ваше артериальное давление. В итоге получится замкнутый круг. Вы будете чувствовать себя очень плохо, но при этом, возможно, даже в правом боку ничего у вас колоть не будет. Вот такой вот коварный желчный пузырь. Делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайк, подписывайтесь, а в комментариях пишите, как у вас дела обстоят с вашим желчным пузырём. Почему удаляют желчный пузырь? Потому что вы можете умереть от колики. Желчная колика – это очень сильная боль. Она влияет на давление, она влияет на сердечную деятельность, на дыхание, на всё. И особенно в старшем возрасте это очень опасно. Человек может не пережить желчную колику. Она начинается тогда, когда кусочек слизи, или густой желчи, или камень закрыл проток, то есть застрял в протоке. Стенки протока начинают раздражаться, давление в пузыре растёт, и начинаются желчные колики. Второй момент, почему удаляют желчный пузырь – это при увеличении давления внутри пузыря, из-за того, что излиться оттуда желчь не может, слизистая пузыря начинает страдать. Она начинает умирать, потому что давление растёт, на неё давят изнутри желчь, и клетки начинают потихоньку отмирать. Плюс к этому там начинают размножаться бактерии, потому что много мёртвых клеток, которых можно кушать. Это увеличивает ещё большее количество жидкости внутри желчного пузыря. Это приводит к увеличению температуры, к лихорадке, к перитониту, и даже пузырь может лопнуть. Конечно, чтобы не доводить до крайних стадий, чтобы спасти человека, чтобы снизить воспаление, убрать лихорадку, приходится удалять воспалённый орган. Если у врача стоит вопрос между сохранением жизни пациента или сохранением органа, без которого пациент выживет, конечно, всегда врач удалит орган. К сожалению, другого выбора у него просто не остаётся. Как это предотвратить? Прийти к врачу до того, как у вас что-то воспалилось. Прийти к врачу до того, как у вас камни заполнили весь желчный пузырь, и ничего уже сделать нельзя. Если камней немного, или если это только песок или уплотнение, то можно лечить консервативными методами. С помощью ультразвука, с помощью различных желчегонных препаратов, которые расщепляют песок, выводят его из желчного пузыря. То есть у вас в этом случае есть время, чтобы полечиться. У вас не острое состояние, где стоит вопрос жизни и смерти, а есть время для того, чтобы излечить ваш орган, и он вам снова хорошо служил. Что будет, если у вас не будет желчного пузыря? В этом случае печень напрямую соединяется с кишечником. Печень постоянно, понемножку выделяет желчь. Ну, как она и обычно это делает. Желчь это незрелая, неконцентрированная. В ней не так уж много желчных кислот и много воды. Из-за этого она не справляется с жирной пищей, которая поступает снаружи. После этого вы получите все те же симптомы, все те же проблемы, которые у вас есть при недостаточном изливе желчи из желчного пузыря, если у вас с ним какая-то беда. То есть если у вас нет желчного пузыря, у вас это состояние будет постоянно. Тошнота, рвота, поносы, запоры и все эти неприятности. То есть в этом случае вы всю жизнь будете сидеть на препаратах и строго диете. Потому что если вы не будете ее соблюдать, остальные органы пищеварения будут сильно страдать. То есть следующей по проблемам будет, скорее всего, поджелудочная железа, которой придется вырабатывать больше ферментов, чтобы как-то расщепить жир без желчи. И, собственно, печень, на нее нагрузка тоже возрастет. Отдельный вклад в проблемы с желчным пузырем вносят всякие рекламируемые лекарства, которые помогают пищеварению. Съешь таблетку и все пройдет. Тяжесть после еды, скушай пилюлю и тебе станет легче. Ешь все, что угодно, ешь свою любимую еду, просто заешь потом таблетку и все будет хорошо. Хорошо ли? Да ничего хорошего. Такие таблетки, которые помогают вашему пищеварению, чаще всего тоже содержат желч. Это средство старо как мир. Конскую желчь для улучшения пищеварения пили еще в Древнем Риме. Но здесь в эту таблетку желчь засунули в сухом виде, сверху обернули пленочной оболочкой какой-нибудь розовенькой. И вот вы почувствовали себя плохо, почувствовали какую-то тяжесть, проблемы с пищеварением, съели сразу таблеточку после этого и вам лучше стало. Но как это работает в организме? В организме всегда есть обратная связь. Если чего-либо слишком много, какого-либо продукта, слюны, гормона, желчи, то организм снижает производство этого продукта. Соответственно, если вы снаружи закидываете желчь, то организм чувствует, что желчи много, ее хватает. Так зачем синтезировать собственную? И начинается просто целый комплекс проблем. Так что без вот этих таблеток снаружи вы через некоторое время сами переварить пищу уже не сможете. Организм отвык от того, чтобы вырабатывать нормально все вот эти вещества, вырабатывать нормально желчь. Или если это ферментный препарат, ферменты. И получается то, что вы можете нормально функционировать, нормально переваривать пищу только на таблетках. И это ненормально. Здоровый организм работает без таблеток. Вы исправляете какой-то симптом, не задумываясь о том, от чего он у вас возник, откуда появился такой симптом. А в итоге все это приводит к тяжелым патологиям, к хроническим заболеваниям и иногда даже утрате некоторых органов. Задумайтесь над этим. Представьте себе, что реклама сказала бы вам, вы до сих пор пользуетесь ногами, вы до сих пор ходите по земле, стираете себе пятки, у вас устают ноги. Зачем вам это нужно? Ездите везде на электрокресле? Или только лежите? Не пользуйтесь ногами, это же неудобно. И вы такие действительно и перестали ходить. Через некоторое время у вас развивается мышечная слабость, нервы перестают нормально контролировать ваши мышцы, к ним мешается питание кровью, и потихонечку они деградируют, и вы в какой-то момент действительно не сможете ходить. Итак, как сохранить здоровье желчного пузыря? Первое. Это регулярные промежутки между приемами пищи. Второе. Нормальное питье. Третье. Физические упражнения. В ответ на физическую нагрузку, особенно в случае с какой-то тряской, как при беге, либо в случае с напряжением пресса, желчный пузырь тоже сокращается. И в этом случае, если у вас недостаточная его активность в плане сокращения, он редко сокращается, физическая нагрузка может здорово помочь. Да и вообще, физическая нагрузка, умеренная, помогает улучшить кровообращение практически всех органов. Следующее. Для выброса желчи нужна жирная пища. Если вы постоянно едите только сладкое, если полезных жиров в вашей еде мало, то в этом случае желчь не будет изливаться, потому что ей нужен сигнал для того, чтобы излиться. И это жирная пища. Здоровое питание. Это, конечно, идеал, которым мы все пытаемся добиться, но тем не менее, если в вашей пище очень много холестерина, очень много жира, или очень много сладкого, которое тоже достаточно легко преобразуется в холестерин, в этом случае и в желчи будет много холестерина, а именно из него и формируются камни. И последнее. Регулярные обследования. Это неприятно, это дорого, это очереди, но с другой стороны, лежать в больнице после операции, реабилитироваться, это тоже время, это тоже деньги, а потом еще, вдобавок ко всему, вас посадят на вечную диету и постоянный прием препаратов. Вам это не надо. Лучше позаботиться о своем желчном пузыре сейчас, так как он заботится о вас каждый день. Помните, здоровый орган вы не чувствуете, но это не значит, что он вам не нужен. Желчный пузырь нам очень даже нужен. Так давайте не будем терять этот полезнейший орган, будем заботиться о нем и будем знать, зачем он нам необходим. Пока-пока и до следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok